Дагестан. Пятерки регионов с низким оборотом наркотиков. Данные были озвучены на Всероссийском антинаркотическом форуме «Трезвая Россия». Нежданные гости посетили сегодня неплательщиков за электроэнергию. 80 сотрудников компании «Россети» и «Северный Кавказ» провели рейд в Махачкале. Сожгли около тонны норвежской элиты. Очередная партия запрещенной продукции была выявлена инспекторами Росельхознадзора Республики. 4 триллиона рублей – это экономические потери России от наркомании за год. Проблема действительно важная и с ней надо бороться. Именно с такими целями в Дагестане накануне стартовался российский антинаркотический форум «Трезвая Россия». Около 300 человек из 68 регионов страны принимают в нем участие. Все подробности мероприятия у Патима Тханаповой. Дагестан в пятерке. В пятерке регионов с низким оборотом наркотиков. Это на три места выше, чем в прошлом году. Специалисты федерального проекта «Трезвая Россия», кем и был составлен рейтинг, отмечают, что в республике видна положительная динамика. И все не без помощи контролирующих общественных организаций. Однако, по словам экспертов, это не повод расслабляться. Действительно многое сделано, многое меняется, но я скажу лишь, что меняется количество впервые выявленных случаев, оно снижается. Общее количество зарегистрированных с расстройствами, ассоциированными с потреблением наркотиков, также сегодня уже меньше, чем несколько лет назад. Но еще раз повторюсь, что это, конечно, не должно нами расцениваться как основание для самоуспокоения. И, кроме того, что Владимир Валерьевич уже сказал, действительно, этот форум должен стать способом научиться получить какие-то новые компетенции, как правильно работать. Получить новые компетенции, найти свежие подходы, совершенствовать антинаркотическую деятельность под особенности каждого региона России. Это основные задачи трехдневного форума, которые предстоит решить в ходе диалога власти и общества. Безусловно, факт. У нас будет особенный подход к Республике Дагестан, у нас будет особенный подход по тиражированию практики Республики Дагестан. Мы покажем с точки зрения семейных ценностей, с точки зрения уважения и отношения более бережного внимания к собственному здоровью, как это надо делать в том числе и в других регионах. Это принципиально для нас важно, конечно. Партнеры и коллеги, которые сегодня здесь собрались, в Дагестане, для того, чтобы сказать, нет безопасных наркотиков и наркотики опасны. И основная функция государства – защитить здоровье наших детей. Отметим, что организаторами форума выступили федеральный проект «Резвая Россия», Росмолодежи и Министерство по делам молодежи Дагестана. Приурочен он к Международному дню борьбы с наркоманией, который пройдет 26 июня. По тематам Анапова, Хадижи, Кадиева, Гаджи, Магомедов, Новости ННТ, Кумторкалинский район. Центры общественного здоровья появятся в Дагестане. Об этом в рамках рабочего визита в республику сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай. Федеральный чиновник ознакомился с работой Республиканского центра медицинской профилактики и центра здоровья, на базе которых в 2021 году и планируется создание центра. Здесь будут разрабатываться и реализовываться программы по профилактике неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. К 2024 году проект охватит все муниципалитеты Дагестана. Создать систему общественного здоровья на базе центров медицинской профилактики, для того, чтобы и врачей освободить немножко от этой работы, потому что, конечно, у врача должна быть профилактическая работа, это очевидно, но в то же время у нас с вами есть колоссальный ресурс на того же самого медико-профилактического факультета, врачей, которые изначально готовятся для борьбы с факторами риска. Нежданных гостей встречали сегодня должники за электроэнергию. Сотрудники компании Россети Северный Кавказ провели рейд на наличие хищений электроэнергии совместно с республиканскими энергетиками. 18 бригад, в числе которых прикомандированные из соседних республик специалисты и республиканские энергетики, обошли дома Махачкалы. Все подробности масштабного рейда в сюжете Камиля Девятого. Россети, Северный Кавказ и Дагестанские СМИ за честную энергию под таким названием стартовала акция в городе Махачкала. По городу Махачкале проводятся у нас инструментальные проверки, целью которых выявлять все нарушения, проверка корректности работы приборов учета, при выявлении недоучета узлов учета на месте составляются у нас акты безучетного потребления, которые предъявляются потребителю. В дальнейшем эти акты передаются в правоохранительные органы для того, чтобы применялись административные взыскания. Проводимый рейд считается масштабным. Общее количество задействованных бригад 18. 80 сотрудников Россети вышли на борьбу с электрохищениями. Переписываем все основные данные, параметры, записываем, делаем проверку приборами, чтобы правильно все это работало у нас. В рейдовых мероприятиях участвовали и прикомандированные специалисты соседних республик. При каждой проверке узлов учета составляется акт технической проверки узлов учета. Здесь фиксируются все данные, параметры проверки и составляется или акт от нарушения, или то, что счетчик пригоден, работает исправно. Проверки прошли по юридическим адресам. Кражам электроэнергии в Дагестане объявлена война. Пришла Россия и в Кавказские Россети. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. С тем временем сотрудник сетевой компании в Дагестане подозревается в коммерческом подкупе. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника Буйнакского подразделения сетевой компании. Подозреваемый незаконно потребовал передать ему очередь своего подчиненного за подключение домов к сети 100 тысяч рублей. Он обещал подключить 14 хозяйств поселения к высоковольтной линии, но был задержан при получении денег. Расследование уголовного дела продолжается. В Дагестане уничтожено около тонны санкционной рыбы. Очередная партия запрещенной продукции, а именно замороженная сельдь норвежского производства, была выявлена инспекторами Россельхознадзора республики. Запрещенная продукция была обнаружена в Хасавюрте, после чего уничтожена путем сжигания в утилизационной печи. В отношении правонарушителей составлены протоколы. Сегодня в ходе мероприятий в городе Хасавюрте было обнаружено, вблизи рынка Хасавюрта санкционная рыба из сельдь мороженого из Норвегии. В количестве 986 килограммов упакованы 34 короба. Так как рыба является санкционной, было изъято у частного лица и перевезено в утилизационную печь города Хасавюрта. Сформировать положительный образ ислама в СМИ. С такой целью Координационный центр мусульман Северного Кавказа объявляет конкурс журналистских работ. Свои заявки на участие могут подать дети и молодые люди, возраст которых не превышает 35 лет. Конкурсантам необходимо предоставить работы по теме профилактики экстремизма, о роли ислама, сохранении традиций и культуры народов России и других тем. Работы принимаются по четырем номинациям – видеосюжет, печатные издания, интернет-СМИ и материал школьной журналистики. Победителей наградят дипломами и денежными призами. Более подробную информацию о конкурсе вы сможете получить, позвонив по номеру, указанному на ваших экранах. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадиша Курбанова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон